перед диагностикой кровли хочу вам показать правильно надо показать общий план дома посадок кровли вот такой он имеет вид два этажа и мансардочка сверху с одной стороны односкатная с другой стороны фронтон две индовы есть в принципе простая кровля привет дорогие друзья подписчики сейчас на крыше на диагностику потому что у клиента есть подозрения и претензии одновременно что крышу мы сделали не как мансардная кровля здесь два этажа и третий этаж мансарда вот покажу сейчас общий план а потом начну по пунктам сейчас забрался я на самый конек это было это нужно было видеть как я залез вот ребят посмотрите видите вон то окно единственный выход на крышу я забрался прыгнул наверх конька дотянулся здесь канат лежал рукой за канат подтянулся и перебрался на эту лестницу и вот забрался сюда тут же из окна я вылез и видно снего сдержания вот они тут везде вот по краю закручены обычными саморезами для металлочерепицы я не знаю почему потому что но в комплекте к снегозадержанием идут болты глухари там головка на десятка 13 ну поленились закрутили восьмерки металлочерепичными на них вставать даже страшно потому что могут отлететь под нагрузкой тела но ничего не хочу сказать саморезы визуально смотрю закручены вниз волны саморезы закручены вниз волны в принципе по этому поводу претензий нет да видите саморезики идут все по низу то есть обрешетка более-менее обрешетка более-менее здесь почему-то перепутали на вы это суда ну ладно боксин здесь не видно уникма м28 арселор металлочерепица неплохая неплохая так смотрите вы видите вот эту дырочку на на там это вот верхняя точка ендова здесь течет вода я ее хорошо вижу тут оттеняет сейчас я скрою вот один лист а этот разрез это вот с этой стороны планка ендовой а это с этой и вот вам надрез видите да водичка затекает посмотрите как сделано колхозик снизу не видно и хорошо вот снял я конек аэроэлемент конька здесь присутствует вот эта дырочка вот туда водичка ух сразу ныряет под ендову под гидроизоляцию поролончик проложили ну хочу сказать крепим мы ендовую на клеймера на саморезы не крепим но здесь ребята делали саморезами крепили потом поролоновую подложку ставили в принципе ну вот косячок конечно можно было поаккуратнее это сделать второй момент ребят переместился я давно не лазил так по крыше хочу сказать надо держать форме перелез я в зону вот по коньку прошелся сюда зону дымохода клиент говорит что вызывал представители этой фирмы они залезли быстро все сделали и вроде не текут смотрите как сделан вот игры клейкой ленты все и не течет ну согласен согласен но давайте посмотрим внимательно видеть не знаю самый уголок вот вода она идет сюда какая же ситуация и она же попадает вот примыкание дымохода дай бог если попадает на металлочерепицу там снизу уходит таких щелей ну это так дилетантские дымоход сделано обход фартук дымохода что даже все равно они приходили видите клейкую ленту эту ставили но она все равно время пройдет жара холод она отлипнет хочу еще вскрыть металлочерепицу лист вот почему потому что хочу посмотреть качество гидроизоляционной мембраной хотя клиент говорят говорит они ставили изоспан а.м. но проверить коль уже здесь ребята онлайн лезу хочу посмотреть эндолочку что там не сомнения видите чтобы это значило ребят переместился на другой дымоход сейчас буду показывать вот видите вот это клейка лента вот водичка прям туда в кармашек ныряет я клиенту объяснил но там дырка он как предыдущем дымоходе так и здесь вот эти стандартные разрезы сейчас я вам покажу как как и чем закреплены снегоздержание стойки снегоздержание снегоздержание здесь самое что ни на есть дешевое вот самое дешевое полторы или 1200 рублей трехметровая секция с тремя стойками и закрепили они их саморезами для металлочерепицы это самое легко даже не имея для насадки вогнал саморез и все потому что массивный глухарь надо ключом закручивать здесь они решили проще вот смотрите вот видите восьмерка восьмерка и так на каждый сейчас я вам сделаю подлиннее снегозжжание трубчатые но круглая трубка куда надежные овальные они так сказать встречает снег снеговую нагрузку вот защитную пленку даже не оборвали надо это поаккуратнее как-то без души сейчас буду уже вылазить по внутрянке что хочу сказать стандартное нарушение вот проклейка стыков хромает но никто себя не обременять не заморачивается по этому поводу проклеить дымоходы все качественно это тепло будет сюда уходить конденсат будет теплопотери вот в эти места то что мы постоянно герметизируем это никто не парится вообще насчет это ну вот весной приехали какой-то потек вот темного такого цвета похоже кому-то самой крыши до до самой самую это прям по стене это не с края крыши низко как с карниза прям по стене он где примыкает а вот это индовая ребят я как раз в том месте вам дырку показывал наверху и возможно вот она по пленке и проявилась и вытекла хотя работа рабочий представитель фирмы клиенту объясняли что делали зимой уже снег попадал на гидроизоляцию но остаточный какой-то эффект снежок таял там весной он вытек остатки но вполне может быть до допускаю бывает и такое но как раз в этом месте я вам показывал дырочка вон там на яндовое зашел и посмотреть вентилируемый зазор как устраивается на карнизе и водосток вот aqua system в гостоке нормальная вот эмблема aqua system сейчас мы посмотрим ну я вскрывал на самом деле металлочерепицу дам брусок заложен 5 сантиметровый наговаривать не буду в проф вентиляция есть вот непонятно здесь защищу устраивается зазор минимальный вот он и зазор и так дорогие друзья диагностику кровли я закончил сделано нам скажем на троечку не не криминально не не криминально то что я вообще видел что мне приходилось видеть не криминально можно подлечить пароизоляцию стыки проклеить конечно эстетики никакой дымоходы надо все переделывать фартуки абсолютно устранить течь на яндовой значит недостаточно хотя там брусок пятерка для продыха для контрабрешетка но его карнизом на карнизе карнизной планкой так зажали что там буквально дышит сантиметр на то есть приоткрыть эти вещи ну по мелочам яндовая на саморезы закручена ну вот так вот конечно все это можно поправить отремонтировать но главное клиент беспокоится потому что на носу отопительный сезон сейчас он полным ходом идет отделка в помещении внутренних и включить тепло и чтобы не было конденсата но мембрана там из-за спана м кстати ну принципе если все за изолировать по изоляцию не должно не должно быть но мой совет чтобы он подождал включил батареи чтобы хотя бы зиму кровля послужило обойти посмотреть и нюансы ну ладно с вами был мороз алексей надеюсь было интересно со мной познавательно до новых встреч следующих наших видео пока